зайчики мои попугайчики я на проводе надо проснуться потому что вчера еще как вырубилась до сих пор глаза сейчас выпью кофе бегу на работу работа еще толком не началась но перевозка это все вчера было еще градусов 40 жары это настолько выбило все из сил это такая встряска встряска нервов встряска всего поэтому извиняйте что не ответила вам вчера на комментарии и все перечитала но я пришла домой в 7 часов вечера плюс не было интернета поэтому кружу кусочками вот это видео чтобы показать вам что у нас творится не обижайтесь я обязательно читаю я знаю что светочка что у тебя завтра день рождения у нас даже не получится тортик испечь так что не обижайтесь хорошо все я беру ребята работа сами знаете на первом плане а с вами мы встретимся в видео все вы узнаете мчимся мы на танке с таким вот водителем загрузились как бы и неудобно большими транспортом как вам лилек в коробчонке я ушел на коробчонке смотрите нерви вот это все склон такой гора с домами парлы инрус стопа чендо фильмов инрус смотрите какая природа по ту сторону у нас море получается район я богатенький красивая зона гулять машина ибои вас сюда не повезла сильно далеко мы приехали на поезде водитель сразу не понял на каком на языке пришлось объяснить сейчас мы вам покажем морскую гладь с высоты с высоты птичьего полюта вон она морская гладь сегодня опять жарко это вот это мы сейчас должны все это разобрать руки грязнючие все липкое все напитки кучу посмешивались три месяца ребят вон она не работает красивая зона зона энергии это уже клиента получается погуляем мы с вами еще и в парке обязательно погуляем сейчас такие у нас будут напряженные деньки на разбор этого всего дела отсюда море посмотрим такие церквушки стоят жарко очень жарко все в цветах все в пальмах сейчас хоть приедем в бар водички попьем мы с собой даже ничего не брали здесь мы уже выехали на зону и о и чё-то они кисло здесь и уравит зона куарта называется уже очень красиво все не на я большой город мы все движемся вдоль побережья как я вам говорила вдоль ливурийского побережья вот это вот вот это вот это вот мы тут чуть-чуть матюкаемся на итальянском не обращайте внимание итальянские матючки они такие мелодичные что даже на них не обращаешь внимание на них не обращаешь внимание вот впечатление что домик на домике растет потом с кварта мы постепенно передвигаемся в зону стурла называется у нас сзади полу открытая такая наша кибитка хоть бы с нее ничего не начала выпадать потому что какими-то ремнями позавязывали вот едем как цыгане на кипятке здесь мы с вами находимся на курсу Европы очень хорошая дорога конечно нашу кипятку потряхивает но это так сказать мы груженные рессоры тут никуда он начал тормозить такой скрыт идет все постиралось все колодки слышали переключение скоростей да тут мы наверно надолго застрянем вот проехали пробку в общем въезжаем в зону стурлы называемой уже от стурлы будет идти в курсу Италия где мы с вами находились уже один раз здесь можно ехать по прямой выехать до бакзала Бринюли мы и 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 47 лет назад со своей женой и и и и и и и лет ведет машину болтает и он кстати на этой машинке на вот этим пикапчики ездит еще и по 500 километров наша кибитка еще такая военная военная кибитка в и это не так. Это Котель Ламбрусхин, это не так, и тут не видно. Это не так. Но это университет? Все университеты. Все университеты. Стоит КНА, но здесь университет. Это не так. Это Котель Ламбрусхин. Вот мы уже, так сказать, доехали до парка. Станции приняли. Где там находится, за парком Пьяца де Ла Витория. Мы с вами были. И вот сейчас по Тайку мы уже выедем на нашу. У нас по-нашему называется Сопра Левата. У вас это, так сказать, Это Палаццо Импс. Говорил, ты обестрел. Ага. Банк Сан-Паоло. Конечно, полный бардак. Ой, вафельные стаканчики для мороженого. Старалась разобрать все по кучкам. Сразу так не разберешь, что там еще пол гаража осталось. Тут все в темном лесе, в темном лесе. Короче, забаррикадировали. Мы ихний бар. Забаррикадировали. Ничего. Ничего-ничего. Будет еще и на нашей улице свадьба. Недаром мы сюда в цыганской кибитке приехали, да? Это называется у нас не фильм, а возвращение Будулая, ребята. Хе-хе-хе.